Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов. Сегодня» в студии Екатерина Игнатьева и смотрите в выпуске. Экспонаты Великой Отечественной глазами детей в Ленинском районе открыли дошкольное учреждение с патриотическим уклоном. Спасти и на бой ценой, в которой ДПМЧС отрабатывали свои действия при пожаре в крупном торговом центре. Сайты и фульбиты от юных артистов. Молодежный цирк «Арт-Але» отметил 20-летний юбилей. Сегодня стали известны подробности ЧП, произошедшего в Саратовском аэропорту. Напомним, накануне вечером из-за поломки двигателя не смог подняться в небо Як-42, принадлежащий компании «Саратовской авиалинии». По словам сотрудников транспортной прокуратуры, во время взлета самолета рейс на Саратов-Тургут, в одном из двигателей произошел помпаж. Как рассказывает специалист, это нарушение газодинамической устойчивости работы двигателя. При этом пассажиры услышали громкий хлопок, что их сильно напугало. К счастью, ЧП произошло в тот момент, когда самолет еще не успел подняться в воздух, а лично находился в процессе разгона. Воздушное судно вернули. На торту находились 113 пассажиров. Жертв и пострадавших нет. Жалоб также не поступало. По данным правоохранителя, если часто этот борт сняли с полетов, назначено служебное расследование. Сегодня в Саратове просили с 15-летней Катей Самохиной. Напомним, школьница трагически погибла на одной из заброшенных строек города. На площадке 6-го этажа девочка не сориентировалась. В темноте оступилась и упала в открытую шапку листа с 20-метровой высоты. Врачи два часа боролись за жизнь Катей, но от полученных травм она скончалась, не приходя к сознанию. На похороны школьницы пришли родственники, друзья, учителя и одноклассники. Часть взрослых стояли в стороне, опустив глаза. Подруги девочки, которые всегда были рядом с ней, не переставали плакать. Выражаясь словами соболезнования родителям Катей Самохиной, люди несли живые цветы. После траурной процессии у дома, где жила школьница, колонна направилась в Новевское кладбище. Проводить последний путь Катей Самохину пришли сегодня несколько десятков человек. Кто несет моральную ответственность за такие прагедии, сколько еще в Таратове заброшенных многоэтажек, опасных для жизни, и как добиться от застройщиков выполнения своих обязательств по охране недостроенных зданий. Подробное расследование на эту тему смотрите в специальном репортаже в итоговом выпуске новостей, который выйдет в эфир в предстоящую субботу в 19.00. Слаженность действий и максимальная оперативность. Старатовские спасатели отрабатывали свои навыки при пожаре. На этот раз, согласно легенде, возгорание произошло в одном из крупнейших торговых центров города. Как огнедорцы оттачивали свои действия при тушении пожара и эвакуации посетителей, смотрите далее. Пожар произошел на первом этаже торгового центра. Площадь возгорания до прибытия первого пожарного расчета составляет 40 квадратных метров. Горят вещи, находящиеся в торговом зале. Работы пожарным облегчают время, раннее утро. Поэтому в магазине мало покупателей. Вывод пожарных подразделений были введены стволы на оттушение и проверку помещения защиты. Также по тактическому замыслу в здании осталось два человека пострадавших. Средними государственными продажами были найдены, выведены на свежий воздух. По сценарию учения, здание построено из металлических конструкций и обшито сэндвич-панелями. При интенсивном горении эти материалы восполняются крайне быстро. Может произойти обрушение. Нельзя преднагадать, во-первых, каждый пожар, это вот своеобразный, когда не бывает повторяющий пожар. Поэтому отрабатывают. Один из вариантов, варианты, может быть, может. В учениях принимает участие и персонал магазина. Это сделано специально, чтобы научить продавцов самостоятельно, еще до прибытия пожарных, и рамотно эвакуировать часть посетителей. Естественно, инструкция, мы еще раз проработали, что если вдруг какая-то определенная ситуация будет, мы все и делаем, мы не можем. Подобные учения теперь будут проводить регулярно. Их задача – увеличить скорость реагирования расчетов и слаженность действий спасателей. Возможно, эта работа в будущем поможет более успешно бороться со сложными пожарами. Роман Стрекалов, Дмитрий Соколов, Саратов-24. В странице истории Великой Отечественной сквозь производство в Ленинском районе появилось первое дошкольное учреждение, в котором детям стараются привить патриотические чувства. В новом корпусе детсады номер 160 специально организовали уголок, посвященный 70-летнему юбилею Победы. Там размещены фотографии ветеранов, информация о памятных датах, а также сведения о старатовцах, героях Советского Союза. Новое учреждение посетили первой элитой города и области. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Кстати, это Маркет, памятника солдат. Завернусь, что вы спросите. Вот видите, их встречают. Понять исторические события Великой Отечественной войны Львы и Маша еще не могут. Им всего по 4 года. Но небольшая выставка в детском стаду, посвященная 70-летию Победы, приковывает их внимание. Дети с любопытством рассматривают почти каждый экспонат. Больше всего им интересны медали и макету памятников. Мне понравится всего солдата. Он такой очень большой и сильный. Мне было интересно на поклоны посмотреть. Мы постарались организовать так, чтобы они уже в стране в детстве это слово осваивали. Вопросы интересные, конечно, когда они смотрят на эти макеты, кто это, какие они сильные, медальки, какие они, почему они такого размера. Такого интереса у детей к истории могло и не возникнуть. Ведь еще полгода назад они ждали места в этом детском саду. На школьные учреждения открыли только в начале этого года. Тем самым полностью закрыли очередность посолки молодежной. Здесь есть все условия для занятий и развлечений детей. Ставки и музыкальные залы, а также медицинский кабинет и современный пищеблок. У нас есть жарочный шкаф, электрическая плита, электрическая сковорода. То есть все у нас есть 10-дневное меню, согласно которым мы формим наших воспитанников. Тут все полезное, то есть специальный рацион. Все здесь 10-дневное меню отражено, то есть соберединиться с людьми, все нормы, все нормы. И рисуют здесь нетрадиционным способом. Вместо кисти дети используют собственные руки. А гуашь доминили на менее вредную специализированную краску. Эта техника рисования развивает у малышей моторику. И как выяснилось, не мешает воспитанникам соблюдать правила гигиены. Мы же это все предусматриваем. Для этого есть и влажные салфетки. Тут же можно пойти сразу вымыть руки, поставить тазик, чтобы ручки сразу дети помыли. Поэтому в этом нет никаких неудобств. Условия, созданные для воспитанников в этом детском саду, внимательно изучает глава региона. Валерию Радаеву рассказывают о нюансах образовательной деятельности, в том числе о кривейском направлении. Показывают уголки, посвященные быту и традициям народов по Волжье. То, что построено, уже освоено данное учреждение. И нам очень хотелось обязательно здесь побывать, с учетом того, что уже некоторое время данный детский садик работает. И посмотреть, как и за какие сроки было построено учреждение. Но качество должно быть в каждом разом лучше. И мы еще раз убедились сегодня, пребывая в вашем учреждении. В открытии этого нового корпуса в Ленинском районе хозяев удалось ликвидировать очередность, но не для всех возрастных групп. В открытии еще одного дошкольного учреждения не ждается 50 детей ясельного возраста. Эту проблему представители власти пообещали решить в ближайшее время. Но точную дату пока назвать не труднились. Ксена Рызова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Сильнейшие спортсмены из Совсты России приехали в Петроцк, чтобы принять участие в традиционном турнире по боксу. Сотязания посвятили памяти героя Советского Союза Ивана Панхилова и приурочили к предстоящему юбилею Великой Победы. В этом году в соревнованиях приняли участие более 150 человек. На протяжении трех дней шли напряженные поединки. На рынок выходили не только юноши, но и девушки. В итоге боксеры разыграли награды в 10-ти листовых категориях. Репортаж об этом смотрите далее. Концентрация силы и знания. Что, что ему сейчас понадобится? Благословение тренера и в бой. Воспеклассный Денис Цибайкин привык побеждать за плечами обучительные копейки всевозможных наград. Секрет его успеха расстрелает тренер. Обучает юношу уже 6 лет, но до сих пор удивляется в выдержке и силе воли своего воспитанника. Он живет в деревне у нас, здесь 3,5 километра. Он бегом прибывает на треновку, тренируется. Потом после треновки бегом и двигает домой. На автобусе, на газете. Так что у него есть желание и стремление. Традиционный турнир по боксу с Петровскими и городское событие. Показать свое мастерство сюда приехали ребята из других городов России и даже из соседних стран. Ежегодный турнир посвящен памяти героя Советского Союза, генерала-майора Ивана Васильевича Панфилова. А в этом году еще и 70-летие победы Великой Отечественной войне. Проходит уже 39-й раз. Главное достанное соревнование, по словам организаторов, в открытую новую злость бокса. За те, кто на рынке болеют родные, друзья и руководство района. А так пришли поддержать девочек. Они в этом суровом виде спорта, хотя и смотрятся не так гармонично, зато, по словам тренеров, более внимательны и ответственны. Взбут или ее бой выигрывает, говорит, страшно не было. Такую смелость унаследовала от папы-вакшора. Ее достижениями он гордится как своими. А пока одни праздную победу, другие в предвкушении боя. За три дня состязания более сотен спортивных, праздничных разных местовых категориях. По словам тренеров, такой турнир дает возможность развить спортивные таланты среди молодежи, чтобы в итоге просто увлечение бокса могло стать для подростков трамплином в большой спорт. Валя Черняева, Марина Кожинская, Александр Питченко, Саратов, 24. Ставцовый зрительный зал. В театре опера и балета сегодня чрезвы были работников культуры. Поводом стал все российский профессиональный праздник. Театралы, артисты, вокалисты и все те, кто работает в этой сфере, пришли отправить друг друга. А и в той очередь с ответственной речью приветствовал заместитель председателя областного правительства Михаил Горемыка. Помимо лестных отзывов и слов благодарности в адрес творческих коллективов, лучших работников культуры наградили почетными грамотами. Представители правительства также назвали самые значимые события, которые ждут паратовцев в этом году. Так, с 70-летием победы в городе откроется музей трудовой славы. Это первое в России учреждение подобного типа. Также с акцены были озвучены основные культурные достижения региона. За последние два года в Саратове открылось несколько новых музеев спортивной славы, а также истории Саратовской метрополии. И даже у цирка и театра юного зрителя появились свои выставочные залы. Еще одним знаковым событием стало открытие после длительной реконструкции областной филармонии. Безусловно, одним из основных достижений является блок стационарской филармонии в строй. Открытие постнокапитальной реконструкции общежития в колледже культуры, которое позволило сегодня нашим детям из районов областей, действительно, приедать в Саратов, получать качественное образование в сфере культуры и здесь проживать, чего раньше не было. Культуре в нашем регионе уделяется особое внимание, поэтому мы будем продолжать реализацию всех проектов, в том числе и федеральных на территории региона. На этом встрече работников культуры не закончилось, а в своего имени коллектив театра оперы и балета поздравил коллег с профессиональным праздником, подарил спектакль по мотивам комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Удивительное акробатическое шоу от юных артистов. Марксовский цирк «Арт-Але» отметил 20-летний юбилей. Масса творческих побед, выступления на лучших площадках не только России, но и мира – это лишь малая часть заслуг известного коллектива. Многие выпускники которого уже сейчас являются звездами экстремирного известного цирка «Дюсалей», а также цирков на проспекте Вернадского и на Светном бульваре. Кто-то отметит, что артистам «Арт-Але» не более 20-ти, а самому младшему «Арт-Але» всего лишь два. Юбилейную программу увидел и наш корреспондент Денис Тискаренко. Тысячный раз собирают полный зал зрителей, но все равно волнуются. Как говорят сами артисты, какое бы по счету ни было выступление, на сцену надо выходить, как в первый раз. Пока приехавшие со всей спальта гостя рассаживаются на свои места, за кулисами дети снова и снова повторяют пульбиты и сальто. Свой 20-й день рождения артисты марксовского цирка «Арт-Але» празднуют на сцене. А как еще, если здесь, в местном Доме культуры, проводят почти все свое свободное время? Поздравим с коллективом, приехали выпускники, первые лица региона и депутаты Саратовской областной думы. Всегда приятно приезжать в Марк, приезжать в городские мероприятия в прекрасный Дом культуры, но и конечно, когда выступает известный во всем мире, во всей России, прекрасный цирк «Арт-Але». С праздником вас, дорогие друзья! Сегодня в Киликсиве несколько дещатков, настоящих профессионалов. И не важно, что некоторым из них нету семи лет. Цирк выступает не только по России, но и далеко за ее пределами. Как-то во время зарубежных гастролей принцесса Монако стоя аплодировала юным акробатам из Маркса. В Костадии директор Цирка вспоминает, что началось в середине 90-х. Тогда вместе с супругой и сыном переехал в Саратовскую область. Могу сказать, что мы принесли с собой несколько личного багажа, очень много реквизитов, костюмов, которые сразу пошли у нас в работу. Мы начинали с простеньких костюмов, реквизитов. Сегодня у нас очень качественно изготовлены реквизиты, оригинальные костюмы. Все это вспоминает ту картину, которая вспоминает тот для нас уровень, который сегодня мы радуем всех. Открыть высокий уровень выступлений не составляет труда. Даже представители именитых цирковых династий не скрывают восторга от единого акробатического шоу. Саратовская область Вы знаете, я вот встречал на нескольких фестивалях ребят, и с каждым разом все лучше и лучше. Если они представляют, скажем, не только ваш планик, и город Маркс, но и всю страну, и на разных фестивалях, тем более за границей, то я думаю, что, конечно, это очень достойно. Ребята настоящие молодцы. Руководители не скрывают, что Артали – это настоящая кузница кадров. За 20 лет проделана огромная работа по поиску местных школах, способных мальчиков и девочек, и про вращение их в настоящие звезды мировых цирков. И на этом у меня все. Я с вами просяюсь. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин